так всем привет в этом видео будет про всю линейку моего инструмента bosch начнем наверное с аккумуляторов у меня 4 амперных 2 штуки потом есть 5 и 5 прокора это для пылесоса и взял еще такой вот китайский на него это все было так 5 5 ампера я использую в пылесосе хватает его на 40 45 минут пылесос нас 18 10 с колесиками со всем этим в кадр не вмещается что он уже был в ремонте по гарантии меняли плату управления все быстро в принципе курьером отправил курьером он пришел я не смог забрать поехал на самую транспортную компанию его забирать так как тебе никто не сообщать и сообщать день день вот сейчас чтоб тебе едут вот тогда тебе сообщают этим плоховато ну пылесос пылесосами очень доволен и дома убираюсь и все что я доработал пылесосе я на фильтр одел мешочек и так вот vd по 3 200 рублей стоит очень спасает фильтр не так стал забиваться и очень так моя новиночка это у нас что это у нас уже этикетки послазили 18 fc 60 fc по моему если что поправить ими к нему взял как раз стоит маленький чтобы было поудобнее это мне не было но у меня были от 12 вольтовиков и и прикрутили не было у меня в комплекте что удобно я взял тут патрон пластиковые те что поновее там железные они я думаю подобнее все закручивается все удобно насадка перфоратор да она про исправлять свои задачи но как основной лучше не использовать как что-то так просверлить и тогда если что у меня у меня всегда есть мой проверенный древний древний уже который у меня лежит сейчас отдыхает это вот этот сетевой перфоратор гбх 220д произведена по моему в германию да не китай не китай в германии произведен старенький старенький 10 года он но он все всегда меня спасал и снова тут метабовский кейсов у меня таких разных размеров хватает так что писать не надо что кейсы у меня маленьких кейсов хватает я перешел на один большой идем дальше до этого у меня был вот этот его уже в коробочку положил думаю продавать здесь меня когда-то покупал насадка такая подбит тут битку положил до выпуска скажу сразу вот этот малыш этот малыш помощнее вот эти насадки на как папы на практике показал но этим тоже можно работать но этим как-то в принципе если сетевой то этой насадки достаточно пока еще не ставил объявления пока еще думаю ну так плана чем я сверлю сразу это шестерка у меня бошевская четырехогранные такие и хилтевский бур боша от боша тоже где-то такой был ну я его найти не могу вот уже сколько годик пользуюсь вот им хилти доволен так что у меня есть вот такая вот и избежать зажали кнопочку все правда не быстрая зарядка но заряжать можно пока она мне не пригодилась ну я думаю она нужна всегда будет поставила все у тебя powerbank готов так и лобзик 18 или b он этим лобзиком очень доволен грибовидной ручкой я вам скажу пылеудаления здесь нет все отдельно у него надо покупать ну а так он фигаре топилки с него сильно пересос подставляю так неудобнее когда я нажимаю на кнопку добавок я убрал по акции был лобзик аккумулятор четырехамперные и зарядка и этот комплект был 13500 полуна все инструменте 14500 ну вот такая цена была из-за этого я взял его и доволен очень сильные так переходим 12 вольтовый у меня два двухамперных один трехампер но трехамперным я им пользуюсь вот эти два амперных отдыхают лучше такой есть 6 на 2 6 амперный ну сдал его по гарантии по браку уже знаете это для новеньких сдал по гарантии по браку теперь жду или аккумулятор или возродить фонарик у меня такой фонарик есть поменьше у меня он полностью устраивает то что можно подвесить его в разных положениях положить поставить мне частенько спасает мне понравился свете тоже хорошо самый чудный пылесос покупки не советую если надо маленький лучше 12 вольтовый но этот компакт не можно закинуть он пин током пылесосить я не знаю но это больше как как для понтов прийти в дорогом ремонте в зеркало там подвесить там под пылесосить там что это игрушка добавок этот фильтр он быстро забивается сюда надо что-нибудь одевать например маску масочку сюда так он быстро забивается и потом прочищать его тоже такое удовольствие но это я так понял во всех пылесосов bosch аккумулятор но проблема с фильтром потому что они фильтра всегда забиваются не вот этот момент они не продумали так чудо лобзик у нас такой здесь поле удаления тут то если 18 вольтовой они все отдельно продают то здесь у нас все входит но это в принципе вот такая болтанка здесь постоянно если пылесос стоит потянули оп она вылазит нет фиксации ну зато она идет ноги антискольная я уже не буду встать что хочу рассказать про этот лобзик его кстати кстати тоже думаю выставить на продажу чем не нравится грибовидные почему я выбрал здесь вы нажали и и пиляете надо резко но неудобно выкладывать вот это вот там кнопку убрали все вот этот момент не нравится да ну поудобнее здесь такой еще плюс-минус неудобный надо вам его включить а потом здесь наклацать подсветку чтобы она включилась она сразу не включается и он во-первых он маломощный для мелких таких работ пилочку вы сильнее чем 18 вольтовом здесь пиляет фок в принципе он пиляет как метабо мой сетевой вот так точно и уводит ну что тут еще столкнулся с тем что пилочки для фигурная он их ломает вот только его нагрузить поддавить он его ломает 18 вольтовым еще ни одна фигурная пилочка не поломалась согнулась одна но не поломалась ну я не вижу это только если там кинуть его в рюкзачок что-то где-то подпилить все то что он маленький а так покупки я не рекомендую его для постоянной работы как резервный чтобы 18 к сетевой как у меня сейчас да ну вот у меня в большом без дела лежит так моя коллекция шуруповертов на чем наверно вот 12 15-15 овцы это я их просто поменял редуктора местами с 35-кой он такой вяленький для таких для точных работ мебель я вот сюда такую поставил что подобнее было метки для таких для можно ювелирных работ не спеша никуда он кстати power max помощнее его выходит для таких больше ювелирные такие не спеша так никуда не торопясь я как-то после дну после этих уже этим работать как-то тяжко так давайте начнем нас этого сажцы вот эти вопросы зачем на бита держатель ставить бита держатель потому что вот этот вот бита держатель это я еще их подпилил здесь магнита нет добавку убитку ставите обычно вы и толком не видите из-за вот это вот всего расстояния здесь так удобнее почему ну ладно большая битку я не захотел я подпилил что все было покрасивше вот этим я доволен удобненько очень я им принципе каждые не работаю про т.с. уф. я уберу редко собой тут тоже самое также сама сделал с насадочек у меня патрон и угловая насадка вот на fc вот fc для сборщика мебели но он неудобный знаете почему сейчас я покажу на примере своего любимого которого я недавно говорил что он слабенький да он слабый power max ну я думаю аккумулятор не стоит вот просто здесь расстояние по уже здесь побольше и она здесь если поставить битку и крутить она удобнее здесь вы не видите ничего добавок патроны размеры ну ладно старом еще power max веровский патрон из-за этого я верую начал стать просто я вот после этого я не могу другом бита держателя сюда я не стал брать эксцентриковую насадку как не есть на power max угловая насадка вот посмотрите вот размеры угловой насадки вот вам надо где-то покрутить вот вы куда угодно подлезете но никуда угодно но больше у вас шансов подлезть чем вот с такой вот допустим есть кровати для сборки надо угловой насадкой подлезть вот это которую на держать ей неудобно держать здесь вы легко и вас битка держится и все вы держите а здесь закручиваете все очень удобно а здесь я не не влазью никуда если мне надо узкое пространство вот маленькая просто здесь обидку поставь и закрутил допустим на петле здесь же это ну для мебельщика он как-то не сильно подходит а так мощностью не хватает меня очень доволен маленькие компактная принципе она не относится 12 вольтовой просто катерка которая по новее с кнопкой я думаю она больше удобнее чем такая вот ну я помню работал с человеком он меня эти петли крутил на фасаде ей ему нравилось придавил закрутилась режимы выбрались да но я как-то для меня это она у него вы просто дома лежит самый чудо инструмент там начинают метаба у нее тут для это то у той то это самая компактная у кого сейчас узубра она и в украине днепр м по моему называется у нее тут даже сеточки вот здесь сеточки стоят здесь не знаю но здесь стоят сеточка днепра вам съемные ну неважно зато на самое вот самое удобное что по кругам у него такой круг есть в работе еще шлифовочные есть круги от боша но они где-то там запрятались не хотят они сниматься от зубра мне понравились классные чем понравились у других такого нет здесь вот колечко железное стоит ставится только вот удобно что еще не по плитке я еще даже не пользовался скоро придется пользоваться будет у меня такой момент народе называют его шайтан круг да он повидал многое сейчас семья толком не пользуюсь но доволен этим что еще вот давайте посмотрим качеством же вот он в работе уже я и мы шлифовал и все тут еще до прикрутил неправильно у меня лежит на запас возьмем чеснова я затянул раз не так и все здесь вот колечко все у больше здесь ничего нет у метаба тоже вот такие вот есть это у нас типа по камню тоже и не доволен а вот металл у нас по металлу да по металлу круги я и не сейчас сильно не работаю все достану вам покажу качество качество вот давайте посмотрим вот заявлено пластик плитка ну как плитка камень вот его качество а теперь посмотрим вот вы посмотрите просто качество ну я качеством но это вообще бред они у меня лежат ну я им даже и не пробовал потому что качество такое на нас самый дешевый китай отдыхает ну как ну качество вообще подгулявших как-то не здесь что осталось осталось у меня пила так вот она последний крайне мой инструмент использую 6 амперным аккумулятором что по пиле как так показать у меня от пылесоса есть вот такая вот насадка но я пару раз попользовался во первых она неудобно пилить потому что шланг выходит тяжелее самой пилы и чуть-чуть уводит и давал вот это надо постоянная постоянно и и одевать снимать выщелкивать сейчас поближе покажу вот для примера чтобы ее поставить да ну как бы быстро все здесь выше ну поставил да вот отдел ну как бы вот это все у меня не устраивает и вдобавок надо здесь выщелкнуть поставить допустим про пылесосе потом надо опять поставить вот это вот я просто поступаю следующим она мне лежит без тела я вот так вот одел и все она одевается вообще прекрасно отлично так что еще про пилу рассказать ой идеально она мне нравится без нее у меня с ней точнее меня 90 процентов монтажей кухонь проходит 5 процентов с оставить одним лобзиком где не надо ничего подпиливать фальши ничего такого что мне не устраивает во первых вот это вот что для шины вот так одевается меняется от вариант не сильно устраивать потом неудобно то что тут просто шестигранники стоят тут бы лучше были бы такие как на маките сп 6000 такие барашки вот такие барашки здесь хотя бы чтоб можно было от руки затягивать неудобно то что надо вот я думаю пружиночку сюда ставить потому что если до конца не затянуть а просто ставить таком положении пилить они выпадают по упору что расскажу упор хочу все переделать во первых что тут уже обозначение как-то это все это я вот затягивал постоянно вот это упора мало желательно было бы вот так вот до конца думаю можно 3d принтер на печатать такой вставил сюда еще еще мысля есть еще начал разговаривать с одними кто делает это начали водит надо проектировать это там хочу понятно человек не заинтересованы и если у тебя есть там про и проект этой детали это дано печа такое понятно не заинтересован значит все думал может самому на клинт наклеить сюда что-то и все потому что как бы маловато желательно было бы полностью по периметру а так я думаю их по моему две таких пилы у макиты и у боша макиты просто тут что аккумулятор побольше ставится тут маленький вот этим она удобно если по нами она была еще бесщеточная еще меньше было вообще бы классно а если круг бы сделали чуть-чуть побольше бы допустим не на 26 как она пилит на 25 до 40 хотя может 38 столешку она тянет да если вот ей пилить она тянет не спешал так вот по 38 я думаю было бы шикарник а так в принципе и это пилы очень за глаза хватает и может быть думаю дальнейшем какую-нибудь шинку такую сделать ну или какой-то упорчик тоненький чтоб по ней все охота все времени нет желание точнее не времени как бы про свой инструмент весь рассказал если у вас по такому инструменту какие-то там есть что я муж не рассказал какие-то глюки все это пишите так в принципе все обо всем обо всем рассказал все всем спасибо